Кто понять поможет? Физика! Закон Био Савара Лапласа Пусть по элементу проводника течет ток в заданном направлении. На рисунке ток направлен вниз по проводнику. Магнитное поле создается элементом проводника ГЛ с током И. Определим индукцию магнитного поля в некоторой точке А. Р маленькая, радиус-вектор, проведенный из элемента ДЛ проводника в точку А. Направление вектора ДБ показано на рисунке. Направление ДБ перпендикулярно ДЛ и Р и совпадает с касательной к линии индукции. Закон Био Савара Лапласа определяет индукцию магнитного поля в некоторой точке А. Произведение магнитное постоянное мю нулевое на магнитную проницаемость мю на силу тока И и на векторное произведение элемента проводника ДЛ и радиус-вектора Р, деленное на 4П и на радиус-вектор Р маленькая в кубе, где Р маленькая, радиус-вектор, проведенный из элемента ДЛ проводника в точку А. Модуль вектора магнитной индукции определяется по формуле, где мю нулевое магнитное постоянное, мю магнитная проницаемость среды, это безразмерная величина, показывающая, во сколько раз магнитное поле микротоков H усиливается за счет поля микротоков среды. Угол Альфа, угол между векторами ДЛ и Р маленькая. Направление вектора магнитной индукции можно определить по тройке векторов правой руки, как показано на рисунке. Магнитное поле прямого тока. По прямому проводу бесконечной длины течет ток в заданном направлении, сверху вниз. Магнитное поле определим в точке А. Выделим элемент проводника ДЛ. Расстояние от проводника до точки А будет определяться Р большое. А Р маленькая радиус-вектор, проведенный из элемента ДЛ проводника в точку А. Направление вектора магнитной индукции показано на рисунке. Как определить направление магнитного поля? Определяем при помощи правой руки. Большой палец по направлению тока в проводнике, а четыре согнутые пальца покажут направление вектора магнитной индукции. Магнитное поле тока, текущего по бесконечному проводнику, определяется по формуле. Произведение. Магнитное постоянное μ нулевое на магнитную проницаемость μ, на силу тока И, деленное на 2π, и на расстояние Р большое до проводника от точки А. Но понять поможет физика! Магнитное поле отрезка в проводах. Ток течет по отрезку проводника с током в заданном направлении. Магнитная индукция направлена на рисунки от нас в доску, обозначение крести в кружочке. Выделяем два угла, как показано на рисунке. α1 будет острый угол, а α2 – тупой угол. Если провод конечной длины, то есть это отрезок бесконечного проводника, магнитное поле тока, текущего по отрезку провода, определяется выражением. Произведение. Магнитное постоянное μ нулевое на магнитную проницаемость μ, на силу тока И, на 4π, на расстояние r до отрезка и умноженное на разность косинуса α1 минус косинус α2. Направление поля определяем по правилу правой руки, как на рисунке. Магнитное поле в центре кругового тока. По проводнику, согнутому в виде кольца, течет ток в заданном направлении. В центре кругового тока магнитное поле направлено, как на рисунке. Магнитное поле на расстоянии от центра витка вдоль оси, показано на анимации. Магнитное поле в центре определяется по формуле. Магнитное постоянное μ нулевое на магнитную проницаемость μ, на силу тока И, деленное на 2 и на расстояние r большое. Кто понять поможет? Физика! Если проводник, изогнут в виде кольца и имеет участки с прямым током, то направление поля можно определить при помощи правой руки, как показано на анимации. Кто понять поможет? Физика! С физикой ложусь я, с физикой стою, на уроке физики я скорее бегу.